Знаменитое высказывание Сталина о том, что на его могилу нанесут кучу мусора, но есть большие сомнения, а потом «Ветер истории» и «Без жалостно развеет», но есть большие сомнения, что Сталин это реально говорил. Есть подозрение, что Феликс Чуев, который был выдающимся журналистом и поэтом, приводя в порядок, редактируя воспоминания маршала Голованова, что-то в него дописал. Есть такие большие подозрения, они высказывались разными уважаемыми людьми, например, Владимиром Бушиным. Есть фальшивый дневник Александра Калантай, например, где Сталин предсказывает себе низкую угрозу и тоже говорит о том, что нанесут кучу мусора на моё имя. Вот это тоже фальшивка, точнее, с Головановым там могут быть вопросы, но это точно стопроцентная фальшивка, потому что Калантай там описывает встречу со Сталиным в предвоенные месяцы, которой на самом деле не было, и мы чётко понимаем, что в свой приезд… Александра Калантай была в это время послом в Швецию, в свой приезд в Москву она встречалась со своим посредственным руководителем Вячеславом Михайловичем Молотовым, наркомом иностранных дел, но на приёме у Сталина не была, и мы это установили по журналу посещений, поэтому разговаривать она с ним не могла и такого разговора не было. Ну и Сталин там уж очень как на себя не похож. Но этому тоже верят, этому тоже верят, и более того, когда начинаешь это разоблачать, объяснять, что это фальшивка, начинается агрессия, потому что разрушается картина мира.